Отменить мораторий на кахлеарное протезирование просят родители детей с нарушением слуха. В республике уже второй год действует временное ограничение на установку слухового импланта для детей старше трех лет. Сколько продлится мораторий неизвестно, а маленькие пациенты, по словам их родителей, теряют драгоценное время и рискуют никогда не услышать окружающий мир. Наш корреспондент Айнаш Андерес разбиралась в ситуации. 19-летний Александр каждый день учится говорить и слышать. До 12 лет пространство вокруг было для него абсолютно безмолвным. И только благодаря кахлеарному протезированию и стараниям сурдопедагогов юноша почти ничем не отличается от сверстников. А о проблеме говорит разве что электронный аппарат на ухе. За это время просто вижу по своему ребенку, во-первых, он стал лучше учиться в школе. На тот момент он еще учился в школе, ему было 12 лет. Он учился, стал лучше учиться. Он закончил школу. Он сейчас поступил в колледж. Он учится в колледже у нас, приказ ГОСА. Он учится в общей группе, то есть на уровне общих ребятишек. Там совершенно обычные дети. Учится он, боюсь, глазит, но действительно на пятерке. Дорогостоящие операции по кахлеарному протезированию стали проводить в Казахстане с 2007 года. Способность слышать обрели сотни детей с нарушением слуха. Однако с 2013 года Минздрав объявил мораторий на операции для детей старше трех лет. Говорят, до сих пор не налажена соответствующая реабилитация. Медицина, со своей стороны, мы восстанавливаем слух. Но для того, чтобы ребенок успешно развивался в дальнейшем, для него должны быть созданы условия для обучения. То есть это занятия с сурдопедагогами, занятия с логопедами, занятия с психологами. Все эти три вида специалистов, они относятся к ведению Министерства образования. Со своей стороны, то, что может медицина, Министерство здравоохранения, оно делает. Резко сократилось и количество проводимых операций. Если до моратория только в Алматы делали около 200 операций в год, то теперь всего 90. Большинство родителей, чтобы не терять драгоценное время, вынуждены искать средства на дорогостоящие кахлеарные импланты самостоятельно. Прооперировались мы за 32 тысячи долларов, потому что мой ребенок на этот период попадал под мораторий. Мораторий ввели в 2013 году. Всю сумму, которую мы сделали операцию за 32 тысячи долларов, помогли в основном сотрудники, знакомые, незнакомые. Мы открыли много разных групп, фондов в социальных сетях. Сколько продлится мораторий, точно неизвестно. Тем временем в листе ожидания значится уже более 300 детей. Родители пишут обращения в государственные инстанции, просят отменить ограничения. И, наконец, решить вопрос с реабилитацией детей с нарушением слуха. Айна Шундерис, Алмаз Нордос, СВНьюс, Алматы.